Тебе В конце 80-х, когда Михаил Круг принимает участие в нескольких музыкальных фестивалях города Твери, он сразу обращает на себя внимание членам жюри своей неординарностью. Там он знакомится с тверскими музыкантами Дома культуры «Металист» и начинает записывать свои первые вышедшие на кассетах альбомы, продолжает концертные выступления с баянистом и клавишником, собственно и являющимся первыми попутчиками. В ходе музыкальной деятельности состав аккомпанирующей группы расширяется, добавляется скрипка, женский бэк-вокал и гитара, что вместе с оригинальным баяном и становится фирменным звучанием, сопровождающим бархатный баритон Михаила Круга во всех номерных альбомах. Первый официальный концерт был дан в 1992 году. С этого дня и начинается концертная деятельность проекта «Попутчик». Как и в начале 90-х, талантливая аранжировка, гениальная манера игры на гитаре участников группы сегодня продолжает присутствовать в самостоятельных альбомах группы. Основатель группы Михаил Круг. Сначала он выступал один, потом, когда немножко люди стали его узнавать, он решил собрать группу и назвать ее «Попутчик». Это его была идея, потому что он говорил, как «Попутчик» – это те люди, с которыми не по пути. Отсюда родилось название. С группой он стал ездить с 97-го года. На протяжении 10 лет в концертном проекте проработало более 36 человек. С «Попутчиком» было выпущено 6 номерных официальных альбомов «Жиган-лимон», «Зеленый прокурор», «Мадам», «Роза», «Мышка», «Исповедь». Трагическая гибель Михаила Круга надолго выбила участников группы из привычного уклада и заставила приложить огромные усилия для продолжения творческой деятельности. За несколько месяцев до трагедии во время гастроли Михаил выразил пожелание группе записать самостоятельный альбом под эгидой «Михаил Круг представляет». Задуманное было завершено, к сожалению, уже после смерти основателя проекта. На сегодняшний день группа «Попутчик» – самостоятельная творческая единица, которая выпустила уже 7 альбомов. Слева от меня Игорь Боблев. Очень давно с Мишей с самого начала работал. Это аранжировщик его. Все хиты – «Владимирский Централ», «Кольщик» и все там «Мадам». Это его заслуга. Это Александр Жуков, прямнейший бэк-вокал, и звукорежиссер, и пел. Ну и сейчас с нами… Новая песня. Новая песня, да. И вот сейчас с нами работает. Даша Жукова, бэк-вокалистка. И Дмитрий Кудряшов. А я директор. Работала с Мишей с конца 97-го года. С самого начала практически. А дальше какие у вас планы? Вы куда-то еще собираетесь? Пишем альбом, гастроли постоянные. Конечно, постоянно. Вот прием сейчас на два дня и опять на гастроли поем. То есть вы не только исполняете песни, но еще и пишете? Нет. Ну что вы, у нас своих, как «После смерти». Миша при жизни еще изъявил желание, чтобы группа написала альбом. Он бы там, как бы, представлял… Михаил Круг представляет. Вот, группа «Попутчик». Чтобы мы со своими песнями. Мы начали эту работу, к сожалению, закончили только «После смерти». После этого мы выпустили уже своих 7 альбомов. Сейчас готовим новый. Вот, в основном, Саша пишет, по всей России мы ездили. Это можно просто, легче сказать, в каких не выступали. Вот. Были в Нью-Йорке, были в Израиле, были в Германии. Вот, во всех странах, в СНГ, в странах, вот, городах. А по России, ну, мне легче сказать, где не было. А как получилось так, что вы заказали на Евтиканский? Ну, пригласили нас. Ага. А как у вас пошел первый концерт? Хорошо. Публика очень хорошая в Нефтекамске, очень добрая, такая, благодарная. Мы очень рады были познакомиться. Вот. Пригласила нас в студию «Артмуха» Владислав, директор ее. Вот. Тоже ему большое спасибо. Все организовано супер. Вот. Правда, с некоторыми нюансами и с приключениями. Вот солист у нас утром вышел из гостиницы, все обледенело. За сигаретами. За сигаретами. За сигаретами. Вот. И дождь, видимо, шел сначала, а потом все это обледенело. Вот упал. Оказалось, сломал два ребра. В больницу сегодня свозили. В больницу свозили, да. Но мы никого не подводим. Вот. Поэтому сделали ему уколы и будем сегодня выступать в ресторане «Бутлер».